Привет, я Гульнас. В сегодняшнем выпуске мы сошьем тунику. Эту тунику вы можете превратить в платье прямого плоского кроя, удлинив тунику до нужного уровня. Ну и, конечно, по аналогии вы можете шить тунику, кофту, платье не только себе, но и детям. Сегодня мы сошьем достаточно минималистичный элемент базового гардероба, но добавим к нему небольшого отличительного элемента. Создадим большой накладной карман. В этой модели карман будет также украшен аппликациями. Воспользуйтесь этой идеей, возможно, вы как-то ее видоизмените. Карман можно расшить, добавить к нему ручную вышивку или сделать его, к примеру, из контрастной ткани, а также ткани совершенно другой фактуры. Итак, что нам потребуется из инструментов? Во-первых, это основная ткань. Желательно взять ту ткань, которая будет приятна к телу, а значит, скорее всего, с натуральным составом. Но выбирая ткань с натуральным составом, будьте готовы к тому, что она будет легко сминаться. Для этой туники я выбрала ткань среднюю между плательной и костюмной, в меру мягкая и теплая. Что касается расхода ткани, для того, чтобы определить количество необходимой ткани, вы можете просто замерить длину изделия от уровня плеч до уровня низа и добавить к этой величине длину рукава. Можете взять запасом еще 20-30 сантиметров на мелкие детали, карман, а также обтачку для обработки среза горловины. Такой расчет ткани подходит примерно до 48 размера при ширине ткани 140-150 сантиметров. Таким образом, если ширина ткани меньше или ваш размер больше, то ткани потребуется чуть больше. Далее нитки. Полиэстровые для обметки срезов, одна для зигзага, либо три для верлока. Но армированная нить для стачивания деталей, то есть соединения их на универсальной машинке. На самом деле ничего страшного, если сшить тунику и полиэстровыми нитями. В этом уроке я покажу, как обработать срез горловины деталью обтачки. Для того, чтобы обтачка держала свою форму и собирала срез горловины, а также не давала ему растянуться, нам потребуется клеевой материал. Мы немного уплотним деталь обтачки. Можно воспользоваться дублерином, либо флизелином. Советую флизелин, поскольку он не создаст контрастной отличительной толщины детали обтачки, в отличие от остального изделия. Ну и, конечно, лучше всего подбирать флизелин белый для светлых оттенков ткани и черный для темных оттенков ткани. Если постараться, можно найти клеевой материал практически того же цвета, что и ваша ткань. Но они встречаются реже. Также нам потребуется одна пуговица, поскольку мы будем обрабатывать петлю по капельке на спинке, для того, чтобы могли свободно надеть изделие. Ну и можем добавить легких ярких акцентов. В моем случае это аппликации, которые легко приклеиваются за считанные секунды с помощью утюга и пара. Такие аппликации можно найти в любом магазине фурнитуры. Эти аппликации я нашла в магазине одежды. Ну и, конечно, нам потребуется лекала. Вы можете использовать любые лекалы, которые у вас есть. Но в этом уроке я шью тунику по лекалам прямого плоского кроя. Это означает, что по передней планке изделия, то есть по полочке, нет нагрудной выточки. Лекалы максимально упрощены. Также нет талевых выточек. Разумеется, подобные лекалы не дадут идеальной посадки по вашей фигуре. Но если вы шьете простое изделие, особенно из трикотажа, и готовы жертвовать качеством посадки, готовы смириться с несколькими пузырями и волнами на изделии, то лекала плоского прямого кроя вполне неплохое решение. Также потребуется одношовный простой вточной рукав. Все эти лекала я построила по видеокурсу «Женская одежда». В чем плюс таких лекал? Они очень простые. Для построения требуется буквально несколько мерок. По аналогии вы можете создать выкройки и для детей, и для мужчин. Иными словами, эта базовая основа прямого плоского кроя универсальна. Ну что ж, начнем кроить и собирать изделия. Сегодняшний урок будет немного отличаться от предыдущих. Как правило, в наших обычных уроках я показываю обработку каждой детали отдельно. Примеры, если мы шьем платье, то обычно я показываю, как полностью отдельно обработать рукав, отдельно, например, карманы, отдельно горловину и так далее. От начала до конца. Но в жизни при пошиве я пользуюсь немного другим методом. А именно, максимальным выполнением однородных операций. Это означает, что если мы беремся за ножницы и ткань, то мы сначала полностью кроим все детали. Затем все, что можно стачать, то есть прошить на универсальной обычной бытовой машинке, мы стачиваем. Любые детали всего платья. То есть рукава, карманы, воротники, полочку со спинкой и так далее. После этого мы идем на обметку срезов. И обметываем все срезы, максимально все срезы, которые нам доступны. Попробуйте применить этот метод в своей практике. Я обещаю, скорость пошива, в том числе и качество, значительно вырастет. Но сегодня предлагаю попробовать сшить тунику именно таким методом. И начнем мы с детали кармана. Нам необходимо раскроить карман желаемой высоты и ширины. Вы можете определить ее сами. Она может быть стандартных величин, но я решила сделать накладной карман больше обычного. Размером даже больше, чем моя ладонь. Нам потребуется отложить припуски на швы. По всем срезам, кроме верхнего, достаточно будет 5 мм, максимум 1 см. А по верхнему срезу можно оставить около 4 см. Срезы карманы, как правило, не обметывают для того, чтобы не создавать излишней толщины. Самое главное правильно заутюжить срезы, то есть направить их в правильную сторону. К примеру, срезы по низу кармана я заутюживаю в первую очередь, а после этого боковые срезы. Для того, чтобы сбоку не было вида никаких внутренних срезов. Также можно поступить и с верхним срезом. Сначала закрыть его 2 раза по 2 см, например, и заутюжить. А затем накрыть боковые срезы. Для того, чтобы по боковым сторонам кармана никаких изнанок видно не было. Но я по верхнему срезу отступлю от этого правила и сделаю наоборот. Сначала заутюжим боковые срезы, а после этого накроем верхний срез. После этого нам необходимо будет по внутренней части кармана на 1 мм от нижнего края подгиба дать строчку. Для того, чтобы закрепить верхние срезы. И после этого можем сразу приклеить аппликации. Для этого мы просто их раскладываем клеевой изнаночной стороной к лицевой стороне кармана. Аккуратно накладываем сверху проутюжник, то есть простую хлопковую ткань. Накладываем утюг, отдаем паром в течение нескольких секунд и ждем, пока деталь остынет. На этом карман будет готов. Переходим к основным большим деталям. Деталь спинки, деталь полочки раскроили, оставив везде припуски на швы. Достаточно 1 см, за исключением срезов горловины. Как правило, по горловине мы всегда оставляем 5 мм. Для того, чтобы избежать дефектов посадки. Кстати, сразу можем раскроить и деталь обтачки. Это такая полоска, которая полностью повторяет, как видите, срезы горловины, плечевые срезы. И кроится также в сгиб, если основная деталь скроена в сгиб. Ширина этой детали примерно 5-7 см. И ее необходимо по изнаночной стороне продублировать флизелином, о котором мы уже говорили в самом начале. Кстати, что касается спинки, для того, чтобы не обрабатывать застежки молнией, я буду делать вырез капелькой. Для такого особенного среза горловина потребуется особенная обтачка. Она будет полностью также повторять срезы горловины, плечевые срезы, в том числе срезы капельки. И ширину в 5-7 см мы не забываем соблюдать. Таким образом, обтачка по задней половинке получается фигурной. Итак, поскольку мы договорились шить изделие, собирая однородные операции, продолжим работу с обтачкой. Нам необходимо сложить деталь обтачки по спинке и по полочке, лицом к лицу, и соединить плечевые срезы. Далее даем строчку на 1 см от края, поскольку мы оставляли те же самые припуски на швы 1 см. И даем строчку. Кстати, после этого внешние округлые срезы можно будет обметать на оверлоке, либо строчкой зигзаг. И не забудем про рукав. Мы скроили два одношевных втачных рукава. Складываем каждый из рукавов пополам, соединяя локтевые срезы, так, чтобы лицевая сторона осталась внутри. Скалываем локтевые срезы, после этого даем строчку. И срезы можем после этого сразу же обметать. Ну что ж, карман готов. Далее строчку по верхнему краю кармана. И деталь полочки разложим лицом наверх. Теперь нам необходимо решить, на каком уровне будет располагаться карман. Все индивидуально, вы можете расположить его на желаемом уровне. Мой карман достаточно большой, практически в 4 раза больше обычного. И поэтому я прикладываю левый его край к середине полочки. А верхний край находится на 2-3 сантиметра выше уровня груди. Прикрепляем карман булавками по всем краям, по боковым и нижним сторонам кармана. Делайте это аккуратно и не торопитесь, для того, чтобы не сместить карман. И прикрепить его ровно, без перекосов. Ну а далее нам необходимо дать строчку. Можно сделать строчку угловую по верхнему краю, для того, чтобы карман был лучше зафиксирован. А можно просто дать прямую строчку. Сделать закрепку, прострочить по всем сторонам. И в конце снова сделать закрепку. Либо сделать строчку треугольником по верхнему краю. На самом деле так будет даже правильнее. После того, как вы дадите строчку по карману, он будет уже прикреплен. Мы можем соединить полочку со спинкой, потому что сейчас самое время. И карман мы успели присоединить, пока нам ничего не мешало. Ну что ж, прострочили плечевые и боковые срезы. И их также можно сразу обметать. Таким образом, мы с вами выполнили две однородные операции. Сточали все, что возможно, а затем обметали все, что возможно на этой стадии. Ну что ж, обтачка готова. И мы можем присоединить ее к основным деталям. Соединяем лицом к лицу. Контрольные точки это плечевые швы. Сначала прикрепим их. Они обязательно должны совпасть с одной и с другой стороны. И после этого можем присоединить детали обтачки к срезу горловины по полочке. Если вам покажется, что срез горловины основных деталей больше, чем детали обтачки, то все в порядке. Это хороший знак. Возможно, срезы горловины уже немного растянулись. А деталь обтачки осталась в прежней форме. Поэтому она даже немного подсоберет срезы горловины. Прикрепили. И теперь нам необходимо будет дать строчку на 5 мм от края. По всему срезу горловины. Не забываем срезы капельки. Еще одна операция, которую мы можем сделать сейчас, то есть прострочить на универсальной машинке, это прикрепить рукав. Та сторона, которая рукава, которая имеет более глубокий срез, относится к передней половинке. А значит, мы присоединяем его к детали полочке. Прикрепляем локтевой шов к боковому шву. И для удобства можем вывернуть тунику наизнанку. Теперь рукав и детали туники лежат друг другу лицом к лицу. И мы прикрепляем рукав. А после этого проверяем посадку и даем строчку. Срезы также можем сразу обметать. Если вы хотите узнать о том, как правильно втачивать рукав, как проверять его посадку и прочие нюансы, то я советую пройти вам базовый курс по женской одежде. Рукав это одна из самых сложных частей плечевого изделия. То есть платьев, рубашек, блузок. Все, что выше пояса. Как правило, с рукавом возникает больше всего затруднений. Поэтому, если вы хотите научиться делать это легко и правильно, то обязательно напишите мне на почту happinesssobachka.gmail.com Кстати, что касается однородных операций. Сразу на стадии обметки срезов вы можете обметать и срез низа изделия. После этого нам остается только подогнуть наизнанку на сантиметр, либо на два сантиметра, в зависимости от того, сколько вы оставляли. И дать строчку. Кстати, срезы низа рукава можно обработать тем же способом. Обметать, подогнуть, прикрепить и дать строчку на машинке. Пристрочили обтачку к срезу горловины. И прежде чем выворачивать обтачку, нам необходимо ее немного подрезать. А именно, слегка надрезать срезы по капельке. Срез капельки очень округлый. И поэтому, если мы попробуем вывернуть обтачку на изнаночную сторону, то у нас ничего не получится. Будут образовываться большие заломы и перетяжки. Все потому, что срез очень фигурный. Поэтому мы делаем надрез, не доходя на 1-2 мм до строчки. Ни в коем случае не больше. Для того, чтобы швы не разошлись. Кстати, уголки тоже при выворачивании могут образовывать большую толщину. Поэтому нам необходимо их подрезать. Также, не доходя до строчки на 2-3 мм. Ну и остальные срезы горловины, которые вам кажутся излишне округлыми, можно также подрезать, не доходя на 2-3 мм до строчки. Будьте очень аккуратны и не торопитесь. Достаточно будет интервалов 1,5-2 см между каждым надрезом. Ну что ж, теперь обтачку можем вывернуть и направить на изнаночную сторону изделия. Уголки прекрасно расправились. И мы хорошенько подправляем обтачку вовнутрь. И теперь нам остается только ее поутюжить. Посмотрите, как хорошо вывернулась капелька. Нам остается только поутюжить обтачку. И при утюжке постарайтесь завести 1-2 мм основной лицевой ткани туники наизнанку. Сформировать кантик того, чтобы на лицевую сторону обтачка не выходила. То же самое постарайтесь сделать и по капельке. Кстати, по линии капельки мы будем обрабатывать петлю. Я буду делать петлю ручными стежками. Обычно ниткой и иголкой. Можно, к примеру, сформировать эту петлю с помощью шляпной резинки. Или изготовить петлю из ткани. Если вы планируете в последних двух вариантах, вам необходимо петлю вложить между основной деталью и деталью обтачки. Прежде чем присоединять обтачку к срезу горловины. Также мы втачали рукав. Срезы проймы также отметали. Кстати, обратите внимание, совпадают ли локтевые и боковые швы. Они должны образовывать единую линию. Срез низа рукава также подогнули и поутюжили. То же самое сделали и со срезом низа изделия. Подогнули и хорошенько необходимо поутюжить, для того, чтобы не было никаких волн. После того, как вы поутюжите деталь обтачки, сформируете кантик по срезу горловины, а также по линии капель. Можно дать закрепляющую строчку, для того, чтобы обтачка не выворачивалась и все срезы были аккуратными. Вдоль всей линии горловины я дала строчку на 2 мм от края. Как правило, такую строчку по горловине, то есть видную с лицевой стороны, я не делала. Но поскольку это casual туника для повседневной носки, и тем более материал очень похож на деним по своей структуре, я решила обработать таким образом. Также нам необходимо закрепить плечевые швы по обтачке к плечевым швам основного изделия, для того, чтобы обтачка точно не выворачивалась на лицевую сторону изделия. Можно вручную подцепить с изнанки один плечевой шов по другому, просто сделать несколько ручных стежков, а можно дать пару стежков прямо по лицевой стороне изделия, дублируя плечевой шов, ни в коем случае не выходя за его пределы, чтобы строчка не была заметна. Ну что ж, нам остается только обработать петлю и пришить пуговицу. Если вы хотите сделать также петлю вручную с помощью простой нитки-иголки, то можете посмотреть этот способ в моих предыдущих видео на канале HappyNars. Ну что ж, на этом туника готова. Обязательно хорошенько поутюжьте все изделие. Кстати, для этой туники я сшила брюки. Прямые классические брюки со стрелками и карманами с отрезанным бочком. По низу брюк я сформировала манжеты, и эти брюки полностью были сшиты по курсу женской одежды. Кстати, у этой модели брюк по поясу еще предполагаются шлевки, но поскольку ремней я не ношу, шлевки изготавливать я не стала. Если вы научитесь шить брюки по этому курсу, вы сможете шить не только женские брюки, но и мужские, и детские, поскольку они шьются по аналогии точно так же. На этом все. Спасибо, что были со мной. Если вам нравятся мои уроки, то я приглашаю вас присоединиться к моим курсам по пошиву, конструированию и моделированию одежды. Они очень подробные и понятные даже для новичков, поэтому если вам интересно, то напишите мне на почту happy-ness.gmail.com, и я расскажу вам о них подробнее. Спасибо, что были со мной. Мы с вами увидимся на следующей неделе. Хорошего дня вам! Продолжение следует...